доброго времени суток дорогие друзья с вами алексей мы продолжаем развивать нашу колонию на марсе и в прошлой части на красную планету высадились первые колонисты которые сейчас находятся вот в этом куполе работают все во имя науки во время во время по имя освоения красной планеты за кадром я немножечко еще перераспределил обязанности гастроном у нас теперь работает круглосуточно вот чего не скажешь про медицинский центр но двух человек пока что все равно хватает и как вы помните у нас начались проблемы с электричеством вот заработали буквально все постройки электричества стало не хватать поэтому поэтому мы с вами сейчас наверное в первую очередь займемся этой проблемой проблемы электричества я планирую поставить еще несколько солнечных панелей вот для того чтобы они в течение дня заряжали аккумулятор и этого аккумулятора на ночь теоретически должно будет хватать плюс ко всему мне подсказали что вот здесь вот я допустил ошибку я поставил склад топлива рядом со складом полимеров и электроники это конечно же очень опасно потому как во время пылевых бурь вот с этими молниями может произойти конфуз то есть если разряд попадет в этот склад и топливо взорвется то могут пострадать как полимеры так и электроника поэтому мы вот этот склад давайте разбираем а точно такой же склад сейчас поставим так это же топливный до топливный поставим ну где-нибудь вот здесь вот так вот на отдалении скажем вот это первое второе ракета наша готова уже стартовать на землю но смотрите здесь вот загрузили только 27 редких металлов а две единицы редких металлов загрузили в эту ракету мне хотелось бы чтобы все они были в одной ракете поэтому здесь мы запрещаем экспорт редких металлов сейчас дроны должны будут все это дело разгрузить так ну и один одна единица редкого металла осталось у нас вот здесь поэтому мы также берем наш ду транспортер значит давайте зададим ему маршрут загрузить ресурс редкие металлы и вот здесь вот мы этот ресурс выгрузим вот так все пускаем привезет его сюда а дроны соответственно уже вот с этого склада перетаскают вот эти две единицы и ту одну единицу в нашу ракету вот у нас кстати есть ресурсные челноки есть ресурсные челноки и эти челноки конечно мы будем с вами использовать почему потому что вот эту ракету я бы хотел все таки оставить для колонистов сейчас она полетит на землю скинет ценный груз вот эти вот редкие металлы мы получим какое-то количество денег и она останется на земле ждать своей очереди чтобы привести следующую партию колонистов сейчас нам не дадут это сделать потому что у нас идет так сказать режим испытания так что еще еще в комментариях мне посоветовали опять-таки умную вещь при тарабанить сюда бурильщик бурильщик для чего я хотел было строить купол вот здесь чтобы добывать редкие металлы вот из этого месторождения но как оказалось протянув коридор вот так вот опробовав соединение между куполами значит это выявило что купол вплотную к месторождению не становится а становится только где-то вот здесь вот дальше коридор не дотягивается то есть нельзя вот так вот коридоры черти насколько продлевать вот купол становится только где-то вот в этой области и соответственно отсюда он скорее всего не достанет поэтому не будем делать танцы с бубном вот привезем бурильщик и бурильщик у нас будет добывать вот здесь вот редкие металлы конечно частично он эти редкие металлы профукает скажем так но это лучше чем строить купол потом ничего не получится и в итоге мы будем в пролете плюс ко всему вот этот бурильщик можно использовать для для миссий на планете вот допустим проект кавалькада нужен ду бурильщик за 12 часов мы получим какие-то ресурсы ну и соответственно ракету поэтому так загрузку металлами мы задали дальше склад склад переставлен отлично отлично сейчас планируем дополнительные солнечные панели давайте пускай дроны у нас немножечко поработают давайте вот здесь одну поставим давайте парочку поставим вот здесь вот так и вот так они у нас по 5 вырабатывают должно теоретически хватить но это теоретически я все таки еще одну сделаю они эти солнечные панели у нас обслуживаются с помощью металлов которых у нас в принципе предостаточно поэтому пускай пускай обслуживается так а здесь вот топлива я запретил все правильно хорошо хорошо кстати уже наверное разгрузили да да вот они наши редкие металлы так теперь ты эти редкие металлы отсюда забери и перевези сюда давайте все это дело побыстрее сделаем так выгрузить ресурсы вот сюда все дальше что мы этому товарищу можем задать давайте посмотрим может быть где-то здесь у нас еще какие-то ресурсы может да смотрите здесь вот металлы есть здесь есть металлы транспортер давайте создадим транспортный маршрут пускай заберет вот это заберем металлы отсюда блин вот что меня больше всего раздражает так это то что когда отдаляешься от карты маршрут сбрасывается это плохо так загрузить ресурс металлы и вот так вот медленно-медленно приходится тащиться вот сюда давай вот сюда вот выгружай где ним где нибудь здесь сам выберешь короче куда тебе будет удобней так и давайте обратимся к снабжению возьмем рису один ресурсный челнок 10 10 тонн он вмещает и ду бурильщик закажем как раз как раз вот весь бурильщик и займет челнок этот запустить все ожидаем а проблемы с электричеством серьезные до начинаются сейчас аккумулятор иссякнет и понеслось колонисты страдают от переохлаждения вот только выключился все уже страдают прям оснащены обогревателями которые круглосуточно поддерживают 23 градуса хотя снаружи она буквально за счет буквально скачет из-за разряженной атмосферы марса при обесточивании системы климат-контроль температуры в куполе быстро падает что не заметить длительно сказывается на колонистах если ничего не предпринять люди замерзнут насмерть ну давайте посмотрим чтобы у нас было электричество мы что сделаем мало энергии ну понятно понятно это все постройки не работающие мы отключим пока что вот этот бетонный экстрактор уже 5 энергии сэкономим дальше мы можем принципе отключить завод полимеров пока что еще десять энергии да так еще десять энергии у нас будет что мы еще можем отключить топливный комбинат тоже 5 энергии давайте топливный комбинат отключим пока что топлива не надо минус десять да еще можно что-то наверное выключить водный экстрактор нельзя кислород нельзя воду нельзя ну блин пока что наверное научный кстати наука потребляет еще пять давайте отключим науку пока пока можно и без науки обойтись вот минус пять у нас да так это у нас не потребляет пупу пупу гастроном отключать нельзя медицинский центр тоже отключать нельзя ну здесь здесь как бы остается надеяться что о так мало ресурсов энергии это понятно достигнута важная веха друзья мы получили урожай блин хоть где-то мы не профукали вот это вот Кстати, хотел спросить Вот если мы достигаем важной вехи Мы получаем такое же количество науки Или же оно умножается на сложность Вот это вот что за счет Это просто счет Как бы соревнования идет Оно на сам процесс игры не влияет или влияет То есть если мы вот здесь не достигли важной вехи Мы же все равно получили 250 очков науки или нет Вот это вот я хотел спросить Так, едем дальше Что у нас кстати 27 до сих пор До сих пор не загрузили Не загрузили ресурсы Здесь у нас идет заправка топливом Нифига у нас здесь не идет Так, координатор Давай Загружай ракету Загружайте ракету ценными металлами Мне нужно ее отправлять Все, потащили Потащили и сразу начали строить солнечные панели Шлак разгружает все А здесь что? Здесь же тоже 7 дронов Почему они сачкуют? Так, 50-50, 30-30 Готово к полету Ну что, запускаем Вернуться на землю Старт Давайте помедленнее поставим Эпичность всю посмотрим Так, дроны без диспетчера Переписать к другому Давайте припишем Так, а что у нас этот полный что ли? А, заполнен Давайте вот сюда припишем Хватит у него энергии Хватит Все Он у нас, видать, к той ракете был приписан Так, что у нас тут? Торговать предлагают нам 800 науки в обмен на 50 полимеров Не готов я столько выложить Нет у меня Сори Итак, что у нас по энергии? Плюс 33, отлично Отлично, запускаем Полимерный завод Запускаем Нашу научную лабораторию И запускаем Остальные все производства Так, где наш Транспортер Приближается Метеоруэйт О, может быть он нам Вот эту бы постройку Он снес Вообще бы шикарно Наверное было А, вот сюда Вот еще Летит, летит, летит Бабах Постройка уничтожена одна В смысле, он мне Вот это главное оставил, а экстрактор мне шарахнул Ух Остановить, конечно Черт побери Вот эти руины Главное остались Что за Так, быстро, быстро, быстро Сюда все Дроны Все сюда Шевелитесь Шевелитесь Неработающие постройки Нет Жизнеобеспечения Протечка Обезвоживание Колонистам угрожает Обезвоживание Надо быстро найти решение Да, 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 да Мы сейчас Сейчас уже ищем Уже ищем решение Так, быстрее, 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 быстрее Восстанавливайте Что у нас Что у нас еще нужно Так, бетон Запчастей Две штуки Ух Как все запущено-то Сектор сканировал Три полимера есть Ммм Это есть Хорошо Кстати, выпариватели Мы с вами изучили И у нас пустует ячейка Практичные сельхозкульптуры И это что? Создание биомов Комфортность жилищ Комфортность сейчас, наверное, не на первом месте Двигатель Среды с низкой гравитацией Разведчики с искусственным Интеллектом Сто науки Засол За каждый ДУ-разведчик Неплохо, кстати Неплохо Но я, наверное, возьму Все-таки Практичные сельхозкульптуры Так И вот Подготовку почвы Мне нужно в первую очередь, наверное, изучить Поэтому Мы сделаем так Улучшенные двигатели Мы поставим В очередь Так, нет Вот сюда вот мы почву Практичные сельхозкульптуры Почва сельхозкульптуры А уже потом сделаем Улучшенные двигатели И потом сделаем Сканирование планеты Вот так Вот так вот Так, давайте, давайте, давайте Акваэкстрактор нам восстанавливайте Это ж надо было так Блин, я-то надеялся Что он вот эти вот Руины Мне Вынесет А он вынес экстрактор Обалдеть Так, еще два бетона Стройте О Все, отлично И давайте посмотрим Какой сектор у нас тут засканирован Это что такое Тоже какая-то пылевая буря О, здесь еще металл, кстати, есть Это кто у нас? Разведчик, да? Отлично Все, тот повез металлы Ну, полимеры мы потом С вами Заберем отсюда Полимеры заберем Так, что у нас тут? Зенит готов к посадке А я что-то все Щелкаю клювом Да, мы его с вами Давайте вот сюда посадим Так, и сразу же Разберем его На металлы Потому что Одноразовая вещь Так Ракеты у нас пока что Не готовы, да? Да, не заправлены Поэтому, чтобы без дела Товарищ не стоял Сразу его сюда Так, бурение Все, погнали Поехал, да? Хорошо Мало ресурсов, еда, вода Ну, как по мне Так прибавляется наоборот А вот насчет еды Возможно 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 и правы Да, вот здесь вот урожай Я смотрю Даже не 12 А 11,6 Как-то Не фонтан Склад еды пустой Но в самом гастрономе Вот еще 9 единиц В принципе есть Так, да 9,6 даже Да, аккумулятора Должно хватать на ночь Нам на этот купол Поэтому С электроэнергией В принципе Мы Проблему Как бы решили Наверное Вот этого товарища Давайте Сюда вот Переведем Так Так Этот друг Не знает Куда ему Ресурсы Девать Да Так Подожди Не уезжай Ты мне сейчас Полезное дело Сделаешь Загрузи-ка Топливо Так И выгрузи-ка Его вот здесь Чтобы вот эти Дроны Заправляли Ракету А то Я смотрю Там только Металл Таскают Туда-сюда Достает Да И до ракеты Достает И до топливного Склада Вот Вот Уже лучше Уже лучше Хочу ракету Заправить Чтобы отправить Экспедицию На бурение Здесь у нас Уже редкие Металлы Появились Давайте Здесь поставим Еще один Склад Редких Металлов Вот здесь Давайте Смотрите Как Центр управления Дронами Как раз Буквально Уголочком Цепляет Благодаря этому У нас редкие Металлы Доставляются Сюда Хорошо Хорошо Идет заправка Все А теперь Вот ты Родной Можешь Рулить Дальше Где-то Там Кстати Полимеры У нас Появились Да Вот они Полимеры Загрузить Ресурс Полимеры Ох Как медленно И Выгрузить Здесь Все Теперь Езжай Теперь Этого Топлива Должно Хватить Для Заправки Нашей Ракеты Так Нормально С энергия Дела Нормально А вот С пищей А ну Хранится В постройках 9.2 Да 9.2 В постройках И все Да Походу Ну растет Растет Наш Урожайчик Правда Не 12 У нас Получается Да Мало Ресурсов Это Мы знаем Это Это мы знаем Что по запчастям Электроника Вроде как Вроде как Есть Полимеры Потихонечку Производятся В общем то Нормально Просканирован Сектор Я вас понял Так и давайте Очередность Зададим Пускай вот эти Тоже Сканирует О Пойдет Молоточек Самоходный Кувалдометр Отлично Ракета Наша Прибыла На землю И мы Получили 660 Миллионов За экспорт Редких Металлов Не знаю Много Это Или мало Первый раз Делаю Экспорт Скажем так Высокая Загруженность Да Кому сейчас Легко Кому сейчас Легко Исследование Завершено Финансирование В складчину То есть Мы получили Дополнительный Миллиард Да У нас Свободилась Ячейка Мы сейчас Можем Приступить К какой-нибудь Технологии Марсианская Растительность Семена Создание Биомов Пока не надо Грузоподъемность Ракета Увеличивается На 10 тысяч Килограмм Вот это Полезная Штука На самом Дели Двигатель Для Среды С низкой Гравитацией Разведчики С искусственным Интеллектом Давайте Вот это Наверное Возьмем Пока Усиление Экстрактора Бетон Бетон Нам проблем Нету В бетоне Зонды Это что Ученые Ботаники Получают 10% К эффективности Труда Ну тоже На самом деле Неплохо Но наверное Все таки 100 очков Науки Для меня Как-то Будет важнее Что ли Как у нас Здесь С наукой Дела А сейчас Смена У нас Закрыта Потому что И Наука Не поступает Так Конкурент Просканировал Аномалию Ну хорошо Пускай Просканировал Значит Просканировал Что я Сделаю Кстати Надо Посмотреть Может быть Есть Какие-то Задания Где Можно Использовать Ага Это для ресурсов Можно запустить Да Захватить Метеороиды Запустить Спутник Нет У нас Нету Столько Электроники 100 металла 100 топлива 100 электроники Результат 400 очков Науки Что-то Как-то Вот Бурильщика Мы можем Запустить Кстати Проект Гонка А это Что Проект Ниагара Кстати Походу Этот Исчез Да Кроме Гонки Же Еще Была Это Аномалия Или Что там Нужно Было Исследовать Что у нас Ракета Ракета Кстати Заправлена Давайте Бурильщика Мы с вами Отправим Сюда Вот И отправим Эту Экспедицию Новые Технологии Нам Нужны Замечен Неизвестный Самоход Если мы Найдем Его То возможно Сумеем Получить Собранные Им Данные Давайте Отправляем Электростатическая Пылевая Буря Черт Побери Вот это Плохо Уже Вот это Уже Очень Плохо Попадос Так Ты че Сачкуешь Давай Мы тебе Чего Нибудь Придумаем Это Здесь У нас Дофига Материалов Да Давай Создадим Транспортный Маршрут Ты у Нас Заберешь Все Вот это Металлы И вот этот Склад У нас Да Не заполнен Здесь Здесь У нас Полна Коробочка И вот Этот Не заполнен В принципе Да Давайте Вот сюда Вот Вот Сам Сам Выберет Куда Ему Лучше Выгружать Блин Буря 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 Черт Побери А во время Бури Друзья У нас Не работают Солнечные Панели И Нам Не будет Хватать Электричество Ставить Дополнительные Ветрогенераторы Мы еще Не Производим Запчасти Короче Жесть Полная Нас Ждет Впереди Исследована Новая Планетарная Аномалия Если Понимать Что и Где Искать Ништя Даже Самый Малюсенький Это Все Я читал Уже Эффект На Экране Исследований Появились Следующие Технологии Биотехнологии В архитектуре Вывод Из эксплуатации Подземные Нагреватели ЦУ Дронами Красота Тренинг Поэффективной Работе Тех Топологический Искусственный Интеллект Ну-ка Давайте Посмотрим Да Вывод Из эксплуатации Вот это Вещь Затраты 1500 Науки Центр управления Дронами Кстати Подземные Нагреватели Поднимает Температуру В холодных Областях Защищает Ближайшие Подстройки От аномального Холода Потребляет Воду Инженеры Геологи По 10% Получают Так А это Что Технологии Жилища В базовых Куполах Обладают Повышенным Уровнем Комфортности И здесь У нас Дроны Начнут Работать Быстрее На Ландшафтных Проектах Угу То есть Выравнивание Там Тераформинг Вот это Вот Да Я вас Понял Я вас Понял Ну Мы пока Что Наверное По плану Пойдем Это все Интересно Будет Так И Ракета Летит Назад Да Хорошо На этот раз Мы ее Где-нибудь Поближе Посадим Я так Думаю Где-нибудь Вот здесь Может быть И дальше Наш Бурильщик Пойдет Работать Так Пять Солов Нам еще Продержаться Блин Ну вот Эта Полевая Буря Она же Не один Сол Будет Длиться Готово К посадке Давайте Вот здесь Ее Посадим Оп Выплюнуло Так Погнали Погнали Бурить Дальше Блин Топливо Смотрите Они опять На этот Склад Стаскиваются Че Вот сюда Никак Да Понятное Дело Что Дроны Везут Туда Где Ближе Ага Мы Можем Давайте Сотенку Здесь Вот Желаемое Количество Чтоб Здесь Была Сотня Тогда Может быть Дроны Начнут Сюда Таскать Топливо А Не 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 На Тот Склад Так Так Сектор Сканирован Значит У нас Здесь Бетон И Аномалия 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 Это Есть Хорошо Разведчик Проанализируй Пожалуйста Слезами Горь Так Что Случилось Что Помер Кто Создание Нового Дома В чуждом Тебе Мире Без Сомнения Требует Настоящего Энтузиазма Стремление К цели Всегда Было Самым Мощным Стимулом Из Известных Человечеству Со дня Прибытия На Марс Алекса Александрова Лучится Энтузиазм Даже По меркам Увлеченных Идеи Основателей Выделяется Среди Других Колонистов Поразительную Сработа Способность Этого Человека Можно Объяснить Только Одним Она Действительно Любит Своё Дело У Основателя Алекса Александрова Есть Черта Энтузиазм Это у нас Учёный Получил Новую Черту Увеличенный Бонус К Трудоспособности При хорошем Настрое Ну хорошая Черта Блин Так написали Как будто Я уж думал Кто-то Помер И у нас Буря Началась Друзья Буря Началась Не хватает Кислорода Ну кислород Здесь есть В наших Баках Кислородных Так Давайте Отключаем Бетонный Экстрактор Пока Отключаем Топливный Комбинат 33 Полимера Есть Отключаем Завод Полимеров Будет у нас Экономия Электричества О Колонисты Встревожно Наблюдают За тем Как Во время Пылевой Бури Через Трещины Выходит Драгоценный Воздух В результате Пылевой Бури В куполе Тополь 1 Появилась Огромная Трещина От которой Теперь Во все Стороны Разбегаются Новые Наши Дроны С переменным Успехом Пытаются Исправить Положение Чтобы Золотать Первую Самую Крупную Трещину Нужно Выслать Колонистов За пределы Купола Однако Это Может быть Опасно Возможно Следует Сперва Переждать Бурю Вот Мы можем Отправить Добровольцев Колонисты Могут Погибнуть Но Утечка Будет Устранена Мы Должны Переждать Бурю И У Нас Основатель Колонии Инженер Гидролог Постараться Снизить Разницу Давлений Отложить Ремонт Утечки Будут Случаться Реже Давайте Третий Вариант Выберем Трещины Неработающие Постройки Что Мы Еще Можем Отключить А У Нас Уже Идет Электричество В Плюс Поэтому Кислород Минус Два Ну Блин Может Кислород То Закончится Вот Она О Шурует Да Анализ Аномалии Завершен Так Инженерия В условиях Низкой Гравитации Высотное Строительство При низкой Гравитации Давайте Посмотрим Это Нет Ага Инженерия Это Вот Здесь Да 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 Новый Купол Можем Построить Средний Это Пока Не Первостепенно Новая Постройка Квартиры Я Вас Понял Но Пока Что Нет Стоимость Ремонта 5 Полимеров Кстати Протечка Устранена Что ли Теперь протечка Энергии У нас Чинит Чинит Мало ресурсов Еда Она уже Третью культуру Начали Высаживать Наши Ребята Но еда Пока что Держится Пока мы Не страдаем От голода Это хорошо Так Три Соло Друзья Три Соло Продержаться Еще Надо Как там Молоточек Наш Долбит Да Опять Трещина Да Вы Прикалываетесь Это Специально Чтобы У меня Полимеры Отжать Да Так Нам На Тресола Не хватит Кислорода Блин Блин Эта Постройка Обветшала Если не будет Проведено Обслуживание Она Скоро Перестанет Работать Ну так Дроны Наверное Сейчас Сделают Что Вы Кипишите То Ух Эти Электростатические Молнии Всякие Все Пожалуйста А Топливо Так И Перетаскивают Да С Этого Склада На Этот Значит Я Правильно Желаемое Количество Сделал И Отсюда Заправляют Ракету Все Красота Красота Хорошо Хорошо бы Наверное Еще один Ресурсный Челнок У нас Запчасти Заканчиваются Ребята Да Вы Заколебали Они Просто Жрут Наши Полимеры Стоимость Ремонта 5 Полимеров Ну Как Так Так Давайте Наверное Производство Полимеров Запустим Еще Протечка Ну Давайте Ломайте Меня Полностью Пипец Так Было Почти 30 Полимеров Или 30 Половина Половина Полимеров Ушло Вот Из Эти Трещины Че С кислородом Два Соло Осталось Ну Кислород Слава Богу Пока Есть Ух Напряжен Очка Нет Ресурсов Опять Трещина Дело Табак Короче С этими Трещинами Блин Теперь Здесь Все Что я За Это Время Насобирал Вот Эти Полимеры Все На Трещины Ушло Но Благо Полимеры Мы С вами Наверное Можем Наверстать Со Временем Пожалуйста Еще Четыре Полимера Давайте Продержитесь Еще Два Соло Да Ладно Вот В таких Тяжелых Условиях Так Исследование Ладно Давайте Сначала Исследование Посмотрим Мы С вами Там Чего Мы Там Исследовали А Что-то По Почве Да Да Практичные Сельхоз Культуры Новые Растения На Обычных И Гидрофонных Фермах Или Нет Или Нет Что-то Что-то Было С Почвой Связано А Вот Новая Постройка Ферма Производит Еду Вот Это Вот Мы С Вами Изучили Подготовка Почвы Хорошо И Теперь На Пустую Ячейку Я Хочу Видеть Рожденные На Марсе Поселенцы Быстрее Обучаются В Университетах И Проходят Кстати Ребенок Родился Нам же Нужно Теперь Какие-то Новые Заведения Будет Строить Так Вывод Из Эксплуатации Наверное Подождет Мне Все-таки С У Дронами Я Так Думаю Будет Важнее Это Что Топологический Искусственный Интеллект А Все Я вспомнил Что это Вспомнил Я Что Это Ладно Достигнута Важная Веха Первый Марсианин Отлично На Ребята Ребята Так Но Наверное Новых Колонистов Мы С Вами Будем В Следующей Части Приглашать Сейчас Мне Важно Полевую Бурю Вот эту Переждать Вот Нам Сообщают Что У нас Ни энергии Ни жратвы Ни запчастей Ничего Нету Но В гастрономии Вот еще 9,6 Пищи Есть И Плюс Ко всему На Гидропоночке Скоро Созреет Урожай У нас Кстати Кстати Стоп А где А где Человечек Нет Не помер 13 Пожилые 1 Неужто Состарился Так Колонисты 11 Это Трудоспособных Нетрудоспособные 13 Стрелка Хьюстон Родина Марс Ну это Новорожденная Девочка Да Соня Сидорова Не может Работать На пенсии Все Теперь Понятно Ну Зато Сексуальная Ну что делать Таковы Реалии Будем Теперь Пожилых Брать Только в Крайнем Случае Наверное С земли Если Если Уж Совсем Никого Не Будет Так Как Так То Вы Меня Разорите На этих Трещинах 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 Продержат Продержат Сам Кстати Давненько Я Нашего Транспортера Не видел Где он Работает Работает Собирает Молодчик Молодчик Так Надеюсь Больше Трещин Не будет Еще Один Сол Дроны Загружены Это Всегда Все Сложно Бывает Молнии Как Лупят Твою Дивизию Вот Слов Нету Просто Слов Нету Каждые Три Часа По Новой Трещине У нас Полимеры Сейчас Закончатся И Все А кто Сказал Что Будет Легко Да Топлива Нету Топлива Кислородах В баках Кислородных Половина Нету Ни запчастей Ни полимеров Все Следующую Протечку Мы с вами Уже Не сможем Восстановить Куполи Продуктивность Падает Я так думаю Продуктивность Падает Из-за того Что нужно Что-то Строить Все Это Труба Да Ладно Добить Меня Решили Короче Срочно Нужно Челнок С ресурсами Заказывать Хотел Я этого Делать Но Так Запчасти Опаньки Вот так Наверное Электроника Пока Подождет Сектор Сканирован Здесь Воду Нашли На самом Краю Надежда Пока Вот На этот Завод Только Что Они У нас Произведут Все-таки Нужное Количество Полимеров И нам Хватит Кислорода До Конца Пылевой Бури Так Один Полимер Появился Сейчас Его Израсходуют Да Сам Знаю Что У меня Нифига Нету Дело Табак Еще Через 22 Часа Метеороиды Нас Будут Бомбить Это Будет Финиш Полный Так Ну Что Будем Чинить Нет Уже Десять Давайте Двадцать Кто Больше Нужно Нужно Все Перепроверить И Проследовать Проследить Чтобы Выполнились Техники Безопасности Пылевая Буря Стихла Но Поврежденные Купола Остаются Постоянной Угрозой Теперь Можно Без Опаски Отправить Ремонтную Бригаду Чтобы Закрыть Трещину В куполе Может быть Нанесен Дополнительный Ущерб Ну Буря Закончилась У нас Мокси Начнет Работать Уже Давайте Пускай Двадцать Четыре Часа Бомбардировка Метеороиды Блин Как же Я Вот Этот Момент Тоже Упустил Новый Планетарный Аномалий Хорошо Давайте Посмотрим Ход Исследований Везде Везде Людей Надо Да Десять Дронов Результат Ресурсы Есть Люди Везде Нет Спасибо Пока что Пока что Не надо Так Ребята Урожай Пищи Мы Получили Стоимость Ремонта Все равно Десять Полимеров Челнок Ресурсный Прибыл Вот Они Наши Полимеры Приехали Которые Сейчас Израсходуют В шесть Секунд Ну а что делать Кому Сейчас Легко Блин Это Если Каждую Полевую Так На одну Трещину Меньше Или Еще Одна Трещина Появилась Да Что С Куполом Такой То Бомбардировка Началась Ну есть же Полимер Один Че вы его Не используете По моим Подсчетам О Не дай бог Еще Метеороиды В купол Попадут Это Я этого Просто Не переживу Ребят Откуда Откуда Они вообще Берутся Полностью Отремонтирован Да Я вижу Как он Полностью Отремонтирован Все Короче Надо Завязывать На сегодня Рождение Новой Жизни У нас Произошло Точнее Ребенок Родился Да Я вот Теперь Не знаю Как бороться Блин С этими Трещинами Че у нас По кислороду У запасы Кислорода Есть Мокси Вроде Работает И даже Идет Плюс Плюс Одна Единица Поэтому По мере Выработки Вот этим Заводом Полимеров Будем Наверное Уже Ремонтировать Вот Нет У меня Столько Полимеров Чтобы Вроде Бы Метеороиды Сюда Не попадали Вообще Где Вон Где Метеороиды Долбят Почему В куполе Трещина Появляется Или Эта игра Глюканула Или что Что происходит Вообще Все Друзья Буду На сегодня Заканчивать Пока Не Распсиховался Вот Ставьте лайки Если вам Нравится Видео По данной Игре Пишите Комментарии Подписывайтесь На канал И увидимся В следующей Серии Всем удачи Всем удачи Всем всего Чего Они хотят Они нам Дадут 41 бетон В обмен На 50 еды Так Исследование Завершено Практичные Сельхоз Скульптуры Или Или вот Грузоподъемность Ракеты Увеличить Давайте Грузоподъемность Ракеты Поставим Все-таки Как мне кажется Будет получше Кстати Можно то запустить Уже И это можно Запустить Че я Лопаю Ушами Требует ремонта Че у нас По топливу 28 Так Я же уже Попрощался Все ребят Всем удачи Всем всего До следующей части